Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы с вами поговорим об эфире и посмотрим на полосы логарифмической регрессии. Если вам нравится такой контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк и посмотрите нашу распродажу на сайте intothecryptoverse.com. Ну что ж, поехали. Не так давно мы обновляли информацию по эфиру, но в том видео основное время мы уделяли тому, что говорили об оценке эфира в отношении к биткоину, что, на мой взгляд, является гораздо более важной и показательной оценкой. Мы об этом говорили где-то в 30-минутном видео. Также обсуждали, насколько вероятно, что это было ложное и ничто иное, как нисходящее вверх движение, и насколько это гораздо более объективное сравнение, и я придерживаюсь этой точки зрения, оценивая криптовалюту в отношении к биткоину, который, на мой взгляд, является самым лучшим подходом и который мы используем в криптовселенной чаще всего. Я не могу просто вот так взять и поменять свою точку зрения, так как все завязано на стоимость каждой возможности. И с учетом всего сказанного, я понимаю тех, кто предпочитает проводить оценку в отношении к USDT. Да, это может быть полезным для того, чтобы лучше понять вероятные исходы по мере развития рыночного цикла. И в данном видео основное время я хочу посвятить разговорам оценки эфирок USD вместо оценки в биткоине, о котором мы говорили ранее, несколько дней назад. Итак, у нас есть идея, о которой мы уже давно говорим, заключающаяся в том, что мы можем применить полосу логарифмической регрессии к цене эфира. Но для того, чтобы определить, к какой конкретно цене, основанной на том, что мы считаем в кавычках «нераздутой» цене. Поэтому такой подход в какой-то степени зависит от личной точки зрения каждого. То есть, что мы понимаем под понятием «нераздутая цена». Например, будут многие, и я не считаю, что это неправильная точка зрения, будут многие, которые скажут, что вот эта часть тоже должна быть включена в эту трендовую линию логарифмической регрессии. И если мы это сделаем, то, естественно, всю логарифмическую полосу это сместит вверх. И я думаю, основная проблема, которая здесь есть, в том, что обычно, когда мы переходим от одного цикла к другому, необходимо корректировать полосу логарифмической регрессии не вверх, а наоборот, вниз. Обычно. И чтобы вам показать пример того, о чем я говорю, то я открою цену биткоина и применю к нему нашу полосу логарифмической регрессии. И дайте-ка я по-быстрому сейчас это сделаю. То вы увидите, что в этом цикле мы опустились ниже этой полосы. И, конечно же, вы могли подумать, что это просто эфир обгоняет по результатам биткоина. С самого конца 2021-го, что на самом деле не так. На самом деле, биткоин удержал свою стоимость гораздо лучше, чем эфир. При движении от вершины к низу эфир упал примерно на 82%, а биткоин упал примерно на 77%. И с этой точки зрения, даже несмотря на то, что биткоин упал ниже своей полосы регрессии, падение эфира было больше. И в настоящий момент, вероятно, мне стоит обновить данные полосы регрессии, так как это отклонение уже вышло за ее пределы. И, конечно, у нас уже были похожие отклонения ранее, а я пока еще данные не обновил. Но обычно я не ожидаю обновления данных по регрессии, если актив показывает лучшие результаты. Обычно это связано с тем, что актив показывает худшие результаты. Итак, я также знаю, что некоторые могут сказать, что я слишком скуп в отношении своего времени к эфиру, и мне следует идти в ногу со временем. Смотрите, возможно, они правы. Но в настоящий момент я себя все еще не могу заставить поменять свою точку зрения. Оценка эфира в биткоине по-прежнему хорошо отрабатывает в отношении того, как мы ожидали. И с учетом того, что мы знаем, что в годы прихалвинга достается и медведям, и быкам, в годы прихалвинга жопы горят с двух сторон. У нас всего лишь прошел январь, февраль, марта и апрель, когда досталось медведям. В мае досталось быкам. В июне еще предстоит увидеть, но я готов утверждать, что у нас еще достаточно много месяцев в этом году. Когда еще достанется бокам, возможно, пару месяцев будет и прилетит медведям, в итоге может быть 6 к 6, но в настоящий момент... Я по-прежнему считаю, что так как биткоин наваляет обеим сторонам до конца года, а оценка эфир в биткоина, на мой взгляд, движется в даунтренде и формирует нисходящие верха уже долгое время, то остается очень большой риск для того, чтобы... чтобы вернуться в полосу справедливой оценки логарифмической регрессии. Далее. Интересное развитие событий показывает полоса логарифмической регрессии на нераздутых данных для эфира на уровне 8.75, а предыдущий низ был на 8.8, то есть, по сути, одно и то же. И если эфир вернется вниз на уровень предыдущего низа, то это нас вернет обратно домой. И мы об этом говорили с вами год назад. Я вам говорил, что произойдет следующее. Либо мы вернемся снова в полосу регрессии, или пойдем в боковики, пока в нее не вернемся. И если бы сейчас образовался дамп, то это бы нас привело... Если бы у нас образовался дамп к точке, которую я ранее называл домом, то она бы сейчас соответствовала предыдущему низу. Это, конечно, не значит, что мы не можем пойти ниже этой точки. Как вы видите, ранее мы опускались совершенно ниже полосы регрессии в марте 2020 года. И по факту мы опустились на 33% ниже полосы регрессии. И если бы у нас получился еще один спад, аналогичный этому, скажем, на 33%, то это бы нас привело к 400 долларам за эфир. И вот почему я называл это число ранее. Как возможный результат развития, скажем, самого наихудшего сценария. То есть около этого уровня, плюс-минус 100 долларов, может быть, немного выше, может быть, немного меньше. Но это был бы наихудший сценарий, который я бы воспринимал как возможный. Итак, в настоящий момент диапазон находится на отметке 604 снизу до 1266 сверху. Прямо сейчас эфир колеблется на уровне 1700 долларов. Таким образом, мы находимся достаточно далеко от текущего диапазона полосы регрессии. То есть оценке эфира необходимо упасть на 24% примерно для того, чтобы снова вернуться к диапазону трендовой линии регрессии справедливой оценки. Я бы также сказал, что когда мы с вами смотрим на эфир и посмотрим внимательно на то, как обычно он старается себя вести, скажем, в так называемые предхалвинговые годы, и если посмотрим, то показатели прибыльности с начала года могут быть одни, а когда мы попробуем подумать, какие результаты могут быть в течение второго полугодия предшествующего халвингу года... Так, у меня страничка не загружается, попробую перезагрузить. Оставлю на минутку, затем к этому вопросу снова вернусь. Но обычно, что мы с вами ожидаем, обычно, у нас сейчас нет никаких данных, но мы видели такое в 2019-м, когда в первые полугодия мы взлетели вверх, а после мы спустились обратно вниз. Но если бы вы тогда были в биткоине, то, скорее всего, вы помните, как в 2019-м биткоин показал положительный результат, в то время как эфир не показал. В итоге эфир закрыл год ниже уровня, с которым он открыл год, что похоже на текущий результат 2023-го. Если вам интересно, то эфир открыл год... Давайте сейчас посмотрим точно, с каким уровнем открылся год эфира. А открылся он на 1195. И если мы повторим 2019-й, то, по сути, эфир может закрыть этот год ниже отметки 1195. И хоть это и не звучит как огромное падение, но это также не такое большое падение от текущего уровня. То есть мы уже сейчас на уровне около 1700. И для того, чтобы обратно вернуться на этот уровень, потребуется упасть всего лишь на 30%. И это может случиться, это определенно может случиться. Так что я думаю, следует допустить такой сценарий, когда эфир снова вернется на нижний диапазон своей логарифмической трендовой линии. Так, у нас с вами есть еще один логарифмический график, на который мы можем посмотреть, и это у нас как бы радуга регрессий. Мы также давно на нее не смотрели. Здесь мы можем увидеть, что в 2019-м мы с вами достигли вершины этого серого диапазона, примерно того же места, которое мы сейчас достигаем. В этом году, предшествующем халвингу биткоина. Обратите внимание, что после того, как мы его коснулись сверху в 2019-м в июне-июле, мы скатились вниз и падали, по сути, до начала следующего года. И, честно говоря, я считаю, что есть вероятность того, что мы также поедем вниз. На нижний уровень диапазона логарифмической регрессии справедливой стоимости. И еще один способ, чтобы посмотреть на эту ситуацию, это не брать в расчет прибыли с начала года, а брать в расчеты прибыли с момента образования вершины, так как такой подход также может рассказать кое о чем интересном. И если мы с вами посмотрим на эфир и сделаем расчет к следующей вершине, посмотреть на то, что произошло в 2019-м, то есть в 2018-м. Да, мы здесь упали, затем образовалось ралли, затем снова, затем снова упали в втором полугодии. Поэтому я думаю, что, вероятно, мы в этом же падении. Конечно, это также не говорит, что не может быть ралли. Даже, скорее всего, мы его и увидим. Нет никаких причин считать, что внезапно ни биткоин, ни эфир не покажут нам, скажем, 5-10%. Это более чем нормально и ожидаемо. Но очевидно, что сейчас мы формируем нисходящие верха, примерно с апреля-мая. И еще одна вещь, о которой я также говорил ранее в отношении биткоина, заключается в том, нам нужно увидеть возвращение доминации к уровню 60%. И один из способов это получить во время происходящего даунтренда, в котором, по крайней мере, сейчас мы находимся. Конечно, рыночные условия могут поменяться, но мы в даунтренде с апреля. Эти образовавшиеся ралли основательно скинули рынки альткоинов в паре к биткоину, а также и эфир. И это сейчас отрабатывает снова, вы можете увидеть сами. Пара эфира к биткоину упала вниз на 0,65, даже с учетом того, что биткоин растет. Таким образом, давайте будем помнить, что эфир обычно стремится к тому, чтобы падать, когда биткоин находится ниже 20-недельного SMA. И прямо сейчас биткоин только что опустился ниже. Возможно, закрытие недели нас свернет опять наверх. Мы все еще находимся ниже 20-недельного EMA, а по факту сейчас оказались и ниже 20-недельного SMA. И нам нужно вернуться, хотя мы почти что вернулись. И это уровень 26329, для того, чтобы вернуться над 20-недельным SMA. Но годовая свеча также должна закрыться выше этого уровня. Не годовая, а недельная свеча. Должна закрыться выше этого уровня, так как это является важным. Итак, мой взгляд на эфир заключается в том, что, вероятно, он будет падать остальную часть этого года. Мы об этом и говорили много раз. Это не должно стать новостью ни для кого. И в идеале, в конечном итоге он вернется домой, перед тем, как мы подготовимся к настоящему бычьему рынку, чтобы потенциально достичь новую историческую вершину. И я это говорю потому, что мы это видели ранее. Это не значит, что это обязательно произойдет снова. Но в 2019-м, когда мы достигли этого, я не думал, что мы вернемся вот так низко. А мы вернулись. И по сути, это была 75-процентная коррекция. И 75-процентная коррекция для эфира в настоящий момент приведет нас примерно к 500 долларам. Повторюсь, это не обязательно произойдет. Но если мы с вами посмотрим на это изначальное падение в 95%, 95,75, а это было около 82. И, вероятно, если мы все-таки упадем во вторую половину года, и если наше предположение верно, то, возможно, оно составит всего лишь 60%, что составит 840, или 65%, что составит 739, а может быть 70%, то есть составит 622. И определенно есть множество факторов, о которых нужно помнить. Но сейчас это конкретно те, за которыми я внимательно смотрю. И если вам понравился этот контент, обязательно подпишитесь на канал, поставьте под видео лайк, и, пожалуйста, посмотрите нашу распродажу на intothecryptoverse.com. Увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok